всем привет с вами елена вивас из аргентины и сегодня я продолжаю давно уже начатую рубрику о тех местах где живут богатые аргентинцы сегодня мы с вами прогуляемся по одному из северных пригородов буэнос-айреса городку сан-сидро который аристократия буэнос-айреса облюбовала еще в начале 19 и вот с тех пор и по сегодняшний день богатые семьи буэнос-айреса строят здесь свои летние вы резиденции выезжают сюда на свой загородный отдых так что давайте идем прогуляемся и посмотрим на этот красивый городок который кроме всего того сохранил огромное количество колониальной архитектуры с которой так успешно боролись правители города буэнос-айреса и который практически не сохранилась самой столице но именно в сан-сидро мы увидим лучшие образцы колониальной архитектуры региона рио-де-ла-плата и так идемте погуляем городок сан-сидро расположен в провинции буэнос-айрес всего в 10 километрах от ближайшей границы с самим городом буэнос-айрес имеет прекрасное сообщение со столицей сан-сидро с буэнос-айресом связывает три автомагистрали включая в том числе панамерикану хотя мне больше нравится именно вот по этой улочке дорога по либертадору также есть две ветки железных дорог по одной из которых за 20 минут вы уже будете в городе а также множество маршрутов автобусов прогулка по улицам сан-сидро это особое наслаждение большая часть жилья здесь это частный сектор в отличие от ближайших соседних пригородных городков таких например как висенте лопес муниципалитет сан-сидро сдерживает строительство высоток и многоэтажных зданий здесь есть современные районы частного сектора по которым мы с вами прогуляемся в этом видео немножко попозже а сейчас я забрела в исторический центр сан-сидро где собственно я сама и проживаю как каждый второй дом здесь это история и прежде всего это история периода бель эпока в аргентине давайте же познакомимся с вами с некоторыми из самых выдающихся домов этого периода сейчас за моей спиной один из лучших образцов колониальной архитектуры на территории провинции буэнос-айрес и этот дом дом с историей поскольку здесь жил и умер один из первых правителей мальвинских островов тех самых мальвинских островов из-за которых между аргентиной и великобританией столько лет идут военные конфликты насыщенный розовый цвет стен светло-зеленый цвет окон и решеток две статуи собак которые кажутся настоящими у главного входа не могут не привлечь внимание к особняку построенному в начале 19 века и реконструированному новыми хозяевами в 1965 году этот дом частный жилой он закрыт для посещения публики но в отличие от соседей хозяева специально оставили прозрачный забор чтобы прохожие могли созерцать этот прекрасный образец колониальной архитектуры вот что говорит нынешняя хозяйка дома мать которой купила этот дом и реконструировала его мы никогда не думали о том чтобы поставить забор закрывающий вид на фасад дома мама любила когда люди приходят и смотрят ее сад украшающий сами сидра на дереве умбу созрели ягоды это дерево растет перед входом в одно из самых интересных мест на территории саны Сидро Кинта Лос-Умбуэс. Идемте, посмотрим еще один прекрасный образец колониальной эпохи на территории городка Сан-Исидро. Кинта Лос-Умбуэс была построена в середине 18 века и сегодня является национальным историческим памятником, который 4 дня в неделю открыт для публики. Эта усадьба занимает площадь 1 гектар с прекрасными видами на реку Рио-де-Ла-Плата, а сам дом построен в соответствии с модой того времени сивильской эстетики. С наступлением октября аристократия Буэнос-Айреса готовилась к летнему сезону. Они запрягали свои кареты, загружали их всем своим домашним скарбом и отправлялись на свои летние загородные резиденции, которые располагались в городке Сан-Исидро. Не отличалась от них и Марикита Санчес де Томпсон, у которой был один из самых больших домов на территории Сан-Исидро. И сейчас он как раз находится за моей спиной. У меня это одно из самых любимых мест для моего отдыха. Вы, наверное, уже видели другие мои видео, которые я снимала с этого места. Что же так привлекало аристократию Буэнос-Айреса в Сан-Исидро? Как видите, я сижу под огромнейшим деревом, то есть я нахожусь в тени. Сейчас у нас тоже лето, февраль в разгаре. Неделю назад в Буэнос-Айресе жара была 42 градуса. Правда, за неделю она опустилась и среди недели мы даже мерзли, включали кондиционеры на обогрев. Ну, такое вот оно лето на берегу Атлантического океана. Но большую часть вот эти огромные деревья под названием Типас создают в городке Сан-Исидро много тени и прохладу. Ну, а самое главное, это потрясающие виды, которые, не знаю, сейчас я смогу вам показать или нет, не видно, но вот там сейчас у меня за спиной отличные виды на берег реки Рио-де-Ла-Плата. Именно прохлада деревьев, прохлада, которая исходит от земли, от полей и привлекала сюда аристократию Буэнос-Айреса и, конечно же, прекрасные виды на реку. В какую точку мира мы не отправимся, все самое лучшее, лучшее жилье, лучшие города, они всегда создавались на берегу реки, озера, моря, океана. В данном случае на берегу, как говорят аргентинцы, самой широкой в мире реки. И пофиг, что в этом мире есть и другие реки пошире, чем Рио-де-Ла-Плата. Аргентинцев это абсолютно не волнует. Для них Рио-де-Ла-Плата самая широкая река в мире. Вон там, вот далеко на горизонте, мы видим серую полосочку. Это вода Рио-де-Ла-Плата и, видите, там белые парусники сегодня. Выходной праздничный день, последний день карнавала и многие люди отдыхают на реке. Сад это неотъемлемая часть любого загородного особняка во все времена. Сад Кинте Лос Омбойс представлен большим разнообразием и вековыми деревьями. Это дом почти для 70 видов птиц и бабочек. Кстати, я здесь впервые увидела в живую калибри. Это были непередаваемые эмоции. Также здесь обитают ласки и другие мелкие животные и грызуны. Если быть внимательным, иногда можно их тоже здесь встретить. В доме сохранены интерьеры былых эпох. По комнатам можно прогуляться и погрузиться во времена становление Аргентины как государства. Хозяйка этого дома, Марикита Санчес де Томпсон, которая была известна селебрити и театралкой, также была и прославленной патриоткой. Она принимала в своем доме Хасе Сан-Мартино, великого освободителя Аргентина, Мануэля Бельграна, дизайнера флага Аргентины Хуана Пожередона, а в ее доме в центре Буэнос-Айреса впервые прозвучал кимн Аргентины. Нашла созревающий горшечный кумкват. Посмотрите, какие ягодки. Идемте гулять дальше по утопающему в тропической зелени Сан-Исидро. Посмотрите, какие лианы свисают практически как шторы вдоль всех тротуаров этого города. Английская архитектура – один из самых часто встречающихся видов архитектуры на территории Сан-Исидро, который остался здесь с тех времен, когда сюда прибыли инженеры из Англии, чтобы строить железные дороги. Собор Сан-Исидро, который сейчас у меня за спиной, один из самых красивых соборов Аргентины. И со своей башней высотой 64 метра он также является одним из самых высоких готических сооружений не только Аргентины, но и всей Южной Америки. Нынешнее здание кафедрального собора Сан-Исидро было построено в 1898 году в неоготическом стиле, и его башня стремится в небеса. А это парк, который расположен перед главным входом в кафедральный собор – парк Митре. Первая часовня скромных размеров из кирпича и с черепичной крышей появилась на этом месте 27 мая 1708 года в честь святого покровителя Мадрида Сан-Исидро Лабрадора. Уже в 1730 году церковь получает статус кафедрального собора и начинает разрастаться. А с большой волной столичной аристократии, которая приезжает в Сан-Исидро на свой летний отдых, у собора появляются деньги, что и сподвигло построить здесь новое здание в неоготическом стиле в конце XIX века. Сегодня это один из самых больших и самых красивых соборов Аргентины, который мы посещаем с моими туристами во время нашего путешествия по северному коридору Буэнос-Айреса, который завершается у нас водной парагулкой по Дельте Тигры. Я вас также приглашаю на эти мои авторские экскурсии. Как и в любом городе этого мира, рядом с собором, знать всегда строила свои дома. Великолепная архитектура Мадрида, а сейчас это место, в котором располагается местная школа. Великолепная архитектура Мадрида, если уехать в грудной ажио-мадрида, в том числе, красиво и милой,lookная заготовку. Великолепная архитектура Мадрида, έзжистка Продолжение следует... Продолжение следует... Огромное количество зелени, цветов, парков, скверов, ресторанов, баров – это одна из главных характеристик городка Буэнос-Айрес. А в этом красивом месте расположена одна из моих любимых мороженец, где меня можно часто встретить вечером, когда я отдыхаю после трудного, но интересного трудового дня. Цветет сейба прекрасными белыми цветами. Легенду этого красивого экзотического дерева вы можете также узнать на моих авторских экскурсиях по Буэнос-Айресу и его окрестностям. Культурная жизнь Сан-Исидра тоже очень насыщенная. Здесь есть несколько театров, дома культуры, действует более 100 курсов и кружков по интересам, проводятся праздники, фестивали, карнавалы, ярмарки, просмотры фильмов на свежем воздухе и много что еще интересного. Это, кстати, здание одного из театров в историческом центре Сан-Исидра. Здание городской библиотеки. А в этом ослепительно-белоснежном здании колониальной архитектуры заседает муниципалитет городка Сан-Исидра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как и положено городу, в котором проживает много состоятельных людей, здесь огромное количество торговых центров и других коммерческих точек. А это одна из торговых галерей, которая оформлена в баварском стиле. Здесь приятно посидеть в кафешке или просто пройтись по магазинчикам и присмотреть себе что-нибудь из новинок. Продолжение следует... 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 можно посидеть за чашечкой кофе и полюбоваться садом. Хранители виллы Окампо, которая сегодня является музеем, постарались максимально сохранить интерьеры такими, какими они были во времена Бель Эпоки в Аргентине, во времена, когда здесь жила Виктория Окампо. По деревянной лестнице мы поднимаемся в приватную зону особняка, где находились апартаменты Виктории. Здесь она проводила очень много времени, как в одиночестве, так и в кругу достаточно известных личностей. С балкона кабинета Виктория Окампо открывается потрясающий вид на сад ее особняка. И здесь же в кабинете находится библиотека из 12 тысяч экземпляров. А здесь мы видим свидетелей некоторых проказ Виктория Окампо, которая встречалась с Игорем Стравинским. Виктория была большим почитателем российской культуры. Вилла Окампо является прежде всего символом эпохи и символом социального класса, который мечтал привнести в Аргентину образ жизни европейского мегаполиса. И это им удалось в свое время. Субтитры создавал DimaTorzok Сан-Исидра – это еще и город для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни. Здесь большое количество магазинов диетического питания, тропинки для бега и площадки для занятий спортом с тренажерами на свежем воздухе. И все это в окружении невероятной красоты тропических растений. Сан-Исидра – это прежде всего столица Аргентины по регби, а также здесь находятся два больших ипподрома. Заниматься спортом, когда тебя окружает такая невероятная тропическая красота – это особая привилегия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конному спорту и особенно конному полу, одному из самых аристократических видов спорта, здесь уделяют особое внимание. И для лошадок, которые хотят выйти погулять за пределы ипподрома, построен специальный подземный переход. Такого я еще нигде не видела. Вот так они заходят и под землей у них переход до самого стадиона на ипподроме. Рядом с ипподромом проходит достаточно оживленная улица, которую другим способом очень тяжело перейти. Повсюду в городе огромное количество баров с летними террасами, где так приятно отдыхать летом. И прямо на улице растет вот такое вот авокадо. Кстати, оно находится на территории заброшенного дома. Я, как большой эстет, люблю заходить в красивые места. И это то место, где я захожу попить водички утром во время моих утренних прогулок и провежек. А теперь давайте прогуляемся по одному из самых престижных районов города Сан-Исидро, который называется Ломас Сан-Исидро. Я вам предлагаю прогулку только по одной улице, но подобных улиц здесь несколько десятков. По этой улице я гуляю по утрам, поскольку она мне очень нравится за свою тень и зелень. Огромные деревья типос и хвойные типы деревьев здесь создают огромное количество тени, которое так необходимо в летнюю жару. И также здесь можно полюбоваться частными домиками, которые построены в огромном разнообразии стилей. Но один из наиболее часто встречающихся типов для строительства домов – это английский тип, который остался в наследие с той эпохи, когда в Буэнос-Айрес прибыло большое количество инженеров для строительства сети железных дорог в городе Буэнос-Айрес и по всей Аргентине. Как известно, ни один из этих инженеров впоследствии не вернулся на родину. Но как можно было променять этот теплый солнечный климат на вечно дождливую погоду на Туманном Альбионе? Давайте же просто прогуляемся и посмотрим, как живет аргентинская буржуазия и аристократия сегодня. Кстати, здесь есть даже дом, в котором живет герцогиня из Англии, но я вам его в видео не покажу, но его вы можете увидеть, когда побываете на моих экскурсиях по пригородам Буэнос-Айреса. Буэнос-Айрес 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok